Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ и мы наконец-то добрались до этой несчастной мыльницы PL-01. Один из моих самых любимых танков по внешнему виду, просто посмотрите, он похож на звездолет, и мне есть что рассказать о данной машине. Я бы хотел поделиться своими эмоциями, потому что, ну я очень долго варился в соку этой тачки и пожалуй пора, я созрел. Итак, что же это такое? Это легкий танк 10 уровня, который можно сказать является последователем М8 Thunderbolt 2. Вот только есть одна маленькая проблема, когда вы пересаживаетесь Thunderbolt на PL-01, вы понимаете, что эта машина другая, она совершенно другая. Если М8 это чистая ЛТшка, у которой даже практически не существует брони, то вот PL-01 неожиданно становится маленьким, но очень подвижным ОБТ, поскольку бронирование здесь великолепное, остается неплохая и точная пушка, однако не дотягивающая по уровню альфа урона до ОБТ, и при этом высокая скорость, которой можно удивить ну чуть ли не ББМку. Итак, давайте разбираться прям по очереди. Начнем с орудия. Здесь все довольно неплохо. Да, альфой мы до ОБТ опять-таки, как я и сказал, не дотягиваем. Однако 622 единицы урона вполне себе нормально, учитывая то, что мы за это вознаграждены более быстрой перезарядкой, и поэтому ДПМ у нас по сути не хворает по сравнению с другими машинами 10 уровня. Мы находимся ну плюс-минус на одном уровне с теми же Леопардами, Абрамсами, а в чем-то может быть даже иногда где-то их превосходим. Есть еще Птуры, которые наносят тоже мало урона, но при этом обладают пробитием в 1300, и кумулятивы, которые наносят 760 разового урона, и пробития имеют 650 единиц. В общем, в основном приходится стрелять конкретно бронебойными снарядами, так что какие-то особо другие я бы даже может быть и не брал. Но в целом боезапаса хватает, снарядов здесь довольно большое количество. Что касается брони, то она здесь очень странная. Эта мыльница обладает действительно мощным бронированием, и хотелось бы отметить еще тот момент, что башня, несмотря на свои огромные габариты, необитаемая, и в лобешник пробивается танк крайне скудно. ВЛД рикошетит, причем рикошетит от орудий всех калибров и мастей. Лоб башни также пробивается крайне скудно, в основном заходит именно по наблюдающим тут приборам и во всякие такие уязвимые места, но пойди еще выцели. Башня крутится быстро, вы тоже сами по себе вертки, и обычно туда, если стреляют, то не прицельно, и в половине случаев, если не больше, не пробивают. А вот НЛД, особенно его серединка, подкачала, но и его не всегда получается выцелить, и не всегда получается, как это ни странно, пробить. Чуть-чуть довернете больше, и все, снаряды ОБТ могут уже рикошетить, ну не считая самых крутых пушек по типу Т-14 Арматы. Но в любом случае, танкует, как для легкого танка, он очень круто. Да, не все и не всегда, и специально лезть на нем танковать не стоит, но, поверьте, он может выдерживать огромное количество снарядов, особенно учитывая то, что другие стреляют почему-то как-то даже особо не целись по нему, и делают это наобум. Однако вот бортовое бронирование корпуса оставляет желать лучшего, да и башни в целом тоже. Но вот корпус пробивается под огромными углами и с фулл уроном, и если в башню вы получите 66%, то сюда зайдет вся там 1000 или 800 урона. А это не есть хорошо, так что борта не подставляйте и мансите аккуратно. Разводите противника на выстрел в борт, подворачивайте корпус, становитесь лобом под наклоном, и тогда вы действительно будете танковать очень большое количество снарядов. Касательно сравнения с M8 Thunderbolt'ом, что еще хотелось бы сравнить? Несмотря на то, что мы приобрели, так скажем, большие габариты, да, мы стали шире, мы стали даже выше и стали больше. В общем, незаметность улучшилась, причем чуть ли не в разы. Если здесь было 0,175, то на PL-01 стало 0,34, а если нанести камуфляж, и, в общем-то, это можно сделать без каких-либо проблем, мы чуть ли будем не как ББМочка. И при этом обзора стало больше, 425 метров против 385. И если поставить модули на обзор, что может быть критически важно на 10 уровне, вы будете вполне себе неплохим еще и светлячком. Да, мы немножко потеряли в углах склонения орудия. У M8 были поистине царские углы, минус 14, но вот орудие по времени сведения и по точности не сравнится с орудием PL-очки. Короче, здесь мы заточены больше под нанесение урона, получили адекватное бронирование и хорошую скорость, которая стала даже лучше, чем у предшественника, не считая максималочки чуть-чуть, но опять-таки можно поставить модуль на подвижность и нивелировать все это дело. Короче говоря, PL-01 преуспел во всем, не считая, ну, может быть, габаритов, но это не так важно. И да, и еще, по сравнению с M8 у нас не улучшилось количество прочности, однако, думаю, это не столь критически важно, учитывая то, что мы не жрем все. Мы танкуем ББМ, мы танкуем ОБТ, и, в общем-то, это позволяет нам жить гораздо дольше с тем же количеством прочности. Ну, а теперь пойдем в бой, посмотрим, как она там себя показывает. Это, наверное, будет звучать немного странно, но возросшие габариты во многом даже помогают, нежели способствуют нашему быстрейшему умиранию. Почему? Объясняю. На PL-01 крутить противника так весело, как на M8, ну, наверное, не получится, опять-таки, за счет габаритов. Но, если вдруг вы начинаете пытаться клинчевать, например, того же Леопарда, гораздо проще будет стрелять ему по люкам мехвода, поскольку ваше орудие находится достаточно высоко, и вы видите большую часть этой проекции, соответственно, вам его пробивать будет довольно просто. А вот для того, чтобы Леопарду по вам пострелять, например, в тот же самый нижний бронелист, ему придется вас как-то отодвинуть от себя, а с нашей скоростью мы можем не давать ему это сделать. То же самое касается, например, того же самого Челленджера. В общем и целом говоря, клинчеваться на PL-01 гораздо лучше, чем на других ЛТ. И если про тот же М8 можно сказать, что на нем вообще невозможно танковать и пытаться встречаться с теми же самыми ОБТ лоб в лоб, то здесь мы вполне можем с этим справляться. Можем воевать как на дальних дистанциях, хотя для ПТшки у нас низковата альфа, так и на ближних дистанциях, просто пытаясь производить противника на выстрел, танкуя, крутя, светя и делая все, что нужно. То есть, по сути, единственное, что не делает PL-01, он, пожалуй, не варит вам кофе во время игры, а при этом все остальные характеристики вполне позволяют действовать очень универсально. Да, пожалуй, нам там не завезли каких-нибудь артовских дымов, еще которые можно кидать из ствола, но это уже совсем какие-то фантазии и бредни, поскольку у нас есть ЛТшная способность дополнительного разгона, у нас есть большое количество дымов, правда, данный реплей довольно старый, поэтому здесь этого еще нет, и есть касс. Что еще нужно для счастливой жизни? 66% урона, входящего в башню? Да, пожалуй, пригодится. Броня есть, скорость есть, орудия есть, ДПМ, по крайней мере, как минимум высокий и не сильно хуже, чем у ОБТ. Так что радуемся. Мы можем находиться как в тылу, хотя это не самая наша прерогатива, так и на ближней дистанции. И, кстати, вблизи воевать на ПЛ-очке самое, наверное, то. Поскольку противники на вас обращают внимание меньше, по крайней мере, вражеские ОБТ, чем на наши ОБТ, на союзные. И тем самым мы можем заходить в борта вместе с ББМками или в корму и там начинать настреливать. Как вы видите, обычно выбирают целью главный не нас, а противника, которого легче убить, либо который кажется опаснее, например, того же ОБТ. И в результате ПЛ-ка за счет своей недооцененности противникам делает просто полную грязь в бою. И она живет во всех ситуациях. Не только в тех, где живут вражеские ЛТ или наши ЛТ, которые вблизи не способны с ОБТ выживать. Мы живем везде. Мы как бактерия. Мы выживаем в любой ситуации, при любых температурах, под любыми обстрелами. Это я, конечно, сейчас условно говорю, но действительно мы можем жить и там, и здесь, и здесь, и там, поскольку имеем все, что необходимо. И как же играть на ПЛ-01? Да все просто. Мы играем универсально. Действуем агрессивно, но в меру. Просто сейчас, за счет количества дымов, нам можно будет уйти вполне себе спокойно. Правда, если вы баканете слишком сильно, то тогда, ну, в общем-то, кто-нибудь зайдет в борт и будет очень сильно печально. Если противники находятся только перед вами, то тогда у вас большие шансы не отгрести за счет брони. И, соответственно, можно давить и подъезжать ближе. Если это ОБТ, можно и клинчеваться, и играть от дистанции. Точность позволяет, да и броня позволяет. Если же вам нужно догнать и изнасиловать ББМку, то без проблем, расчехляйте ее жопу. Поскольку у вас достаточная скорость, а если включать обилку, то вообще сверхдостаточная для того, чтобы быть, ну, практически на одной волне с ББМ. И при этом они вам сделать вообще ничего не могут. Ну, пусть попробуют вас заптурить. А Казик тут как тут. Пусть попробуют разобрать вас из автопушки, будет получаться это не очень весело. Опять-таки, они вас могут пробить даже в лоб из автопушки. Например, если мы берем того же самого Сфинкса. Но это будет случаться не каждым выстрелом. А тем временем, вы свою Альфу в 600 пристраиваете без проблем. Потому что ваше пробитие, как у ОБТ, за 700 миллиметров. И тут уж никакой ББМ не спасется. Я уж не говорю про ОБТ. Их мы тоже пробиваем без каких-то особых проблем. Да, можно выцеливать и нужно выцеливать, поскольку пиксельхантинг все еще присутствует. Но, поверьте, с точностью в 0,03 сделать это не так уж и сложно. И это еще ведь не максимальная точность, которую можно добиться. Ведь экипаж у меня здесь был не пятого уровня, а всего лишь третьего. Так что дерзайте и развивайте ее аж до двухсотых. Это будет вполне себе удобно. И, соответственно, вот вы можете наблюдать сценку, где я клинчусь с тем же самым Леопардом. Он не попадает, не пробивает. А я тем временем, за счет того, что мое орудие находится достаточно высоко, чуть ли не каждым выстрелом его пробиваю куда нужно. Так что даже из таких жопных ситуаций, когда, казалось бы, вы находитесь в окружении врага, можно выбираться целым, ну, либо не опиздюлиться достаточно быстро, чтобы улететь в ангар без урона. И в любых ситуациях ПЛК будет в бою очень хороша. Так что прокачать я ее советую всем. Это лучше, чем Челленджер. Это универсальнее, чем Армата. Это интереснее, чем Сфинкс. И вы сможете сделать все, что захотите, кроме, пожалуй, сварить себе кофе. Потому что за игрой отвлекаться все-таки не стоит. Ну, а с вами был Крюга ТВ. Надеюсь, данное видео было интересно и полезно. Если так, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. И не забудьте оставить свои комментарии. И всем пока-пока. Увидимся в новых видео.